У меня, например, может быть это последнее мое интервью еще с зубами. Можно еще две минуты? Можно две минуты? И Шварценеггер, видите, уже говорить не могу, уже шепелявить начал. Это я-то начал шепелявить, вообще какой позор. Но все-таки я бы не хотел бы сегодня говорить много резких вещей. Я не говорю, что все козлы, а я один такой великий, замечательный Андрей Губин, великомученик. Я такого не говорю. Но как бы я уже умираю спокойно, то есть я как бы, мне не страшно. Ну и все, гуляй, Вася, тебе делать нечего. Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин, ее пара СТ. Ну, первый, наверное, и самый главный вопрос. Куда пропал Андрей Губин? Его не видно на ток-шоу, на концертах? Это все какие-то идиотские вопросы. Я как бы сразу начал что-то резко говорить. Я не люблю резко говорить. На самом деле, я что хотел сказать. Я вот думал про то, я редко сейчас интервью даю, вот, и я думал про то, что, ну, как говорить, что говорить там, ну, все-таки. Я все-таки как-то склоняюсь к тому, чтобы интервью давать, ну, как-то мягко. Ну, то есть, все равно ругаться не надо. И жаловаться, наверное, много не надо. Но с другой стороны, вроде и правду надо говорить. То есть, ну, невозможно же все время врать. То есть, какие-то проблемы есть, и они, допустим, достаточно большие. А ты, допустим, изображаешь, да нет, все типа как и американцы. It's ok, it's ok, все нормально. То есть, так тоже как-то это неправильно. То есть, потому что, на самом деле, когда-то, то есть, ну, вот, я все-таки, ну, там, первый раз на телевидении попал в 15 лет. Вот, то есть, когда-то люди, наоборот, именно говорили правду. То есть, и было интересно послушать то, что, ну, то, что, то, что действительно происходит, а не то, что они, как бы, из себя изображают. А давайте сейчас тоже будем говорить правду. Спасибо большое, спасибо. И так, и так. То есть, ну, все-таки я бы не хотел бы сегодня говорить много резких вещей. Ну, какие-то резкие вещи я, может быть, скажу. Вот. Но, опять-таки, не... Ну, вы меня вовремя останавливаете. Потому что, если меня не останавливать, то я буду просто постоянно ругаться на окружающую действительность. Потому что, ну, мне очень много не нравится. То есть, по отношению ко мне, просто отношение свинское со всех сторон постоянно. То есть, как бы, столько свинства в моей жизни. Я вот хотел сказать, что то, что... Вот я просто, я считаю себя великомучеником. Вот я серьезно. Вот вы думаете, великомученики, они где-то там, там, Серафим Саровский или что-то такое. Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин, ё-просэте. Вот. Это я про себя конкретно говорю. И это действительно я. То есть, вы посмотрите на мои фотографии там когда-то и посмотрите на меня сейчас. То есть, это ужасно, что со мной происходит. И меня постоянно стараются загнать в могилу все вокруг. То есть, и мне совершенно это не нравится, отношение общества ко мне. И вот говорят, Родина, да? Вот Шевсюк поет Родина, пусть кричат у Родина, а она мне нравится. Там только жаль, что у них красавица, все такое. Вот почему-то именно на Родине я чувствую самое большое количество свинства, которое на меня обываливается. А вы можете примеры привести, Андрей? Я могу примеров привести миллион. И это происходит каждый день. И это происходит каждый день на протяжении последних 15 лет. Вот. Значит, происходит постоянно. Вот у меня, например, может быть, это последнее мое интервью еще с зубами, понимаете? А меня как бы душат и душат, душат и душат, мочат и мочат каждый день, every day. Например, как вы просили, я бы, кстати, хотел бы знать, во сколько мы начали, чтобы я хотел бы получить все это интервью целиком, потому что у меня доверия уже никому не осталось. То есть, мне врут и врут, как в фильме, знаете, в этом фильме «Терминатор», когда он там кричит это. То есть, какая-то там девушка в одном из первых «Терминаторов», она говорит, отпустите меня, отпустите меня. Вот. Если, говорит, я вам скажу, где вот этот человек, вы меня отпустите. И Шварценеггер, видите, уже говорить не могу уже, шепелявить начал. Вот. И Шварценеггер, это я-то начал шепелявить. Вообще, какой позор. Это что нужно было сделать с человеком, чтобы он уже начал шепелявить? У меня зубы вываливаются. И меня как бы все время, то есть, постоянно, каждый день оказывается давление. Это некрасиво очень. Некрасиво очень. Значит так, я продолжаю. И Терминатор говорит, вы, говорит, это, если я вам скажу, где этот человек, то вы меня отпустите? Он говорит, конечно, отпущу. Вот. Она ему говорит, он там-то, там-то. Он ее, и он бежит за этим человеком. Она говорит, вы же обещали меня отпустить. Он говорит, я вас обманул. То есть, вот со мной происходит то же самое на каждом шагу. Меня, к сожалению, обманывают вот каждый момент. И все время, и это продолжается уже очень долгое количество времени. Очень долгое количество времени. То есть, это продолжается не один день. Это продолжается уже в течение 15 лет. Например, значит, то есть, вы хотели каких-то примеров. Я вам-то расскажу. Например, единственное, что мне помогает при моей болезни, я давно это понял. Это физическое движение, чтобы обеспечить прилив крови, там, ну, к шее, голове, к спине и так далее. Хорошо. Я как только понял, что, значит, я, как бы, серьезно заболеваю, я сразу же пошел в спортзал заниматься. Значит, купил этот абонемент, потратил какое-то количество денег. Вот. Сначала я потратил на врачей 150 тысяч долларов. Это, как бы, ну, то есть, для кого-то это очень серьезные деньги. 150 тысяч долларов на врачей попробуйте потратить. Это чтобы поставить диагноз, да? Это чтобы, да, чтобы поставить диагноз, чтобы вылечить. Вот. 150 тысяч долларов, там, заработанных на концертах, там, и так далее. Это не так уж малого периода. То есть, это можно, как бы, себе, там, несколько квартир купить, там, дом загородный можно купить. И в итоге, как бы, мне сказали, что, ну, типа, парень, мы тебя, ну, то есть, это, готовься к похоронам и так далее. Ну, хорошо. Я, как бы, человек спортивный. Я пошел спортом заниматься. Я пришел в спортзал. Я просто, вот, только не обижайтесь, ребята из спортзала, там, с которыми я занимался, там, есть и хорошие люди, там, я спорить не буду. Вот. То есть, есть, я не говорю, что все козлы, там, а я один такой великий, замечательный Андрей Губин, великомученик. Я такого не говорю. Я, как раз говорю, там, ну, что есть хорошие люди, добро есть на свете. Вот. Но все равно. То есть, я возвращаюсь в раздевалку, у меня порванные кроссовки. Вот. У меня порванные кроссовки. Я хорошо думаю, наверное, не заметил. Я возвращаюсь из раздевалки. Пошел со второй тренировки, у меня порванное пальто. Вот. Пожалуйста, идите, покупайте новые кроссовки, новое пальто. Вот. Вот. Я возвращаюсь к себе домой, значит, у меня там поцарапанный стол. Я возвращаюсь к себе на следующий день, у меня порванные скатерть. Я возвращаюсь на следующий день, у меня прожженные занавески. Я, то есть, уехал из страны, сразу пишу, что я наркоман, и я, значит, убежал из страны. Вот. Пишут, что я там какой-то наркоман, и, значит, хожу, то есть, это, и что я не могу не влюбиться, ничего. То есть, ну, как бы, вы знаете, ну, я, то есть, я не говорю, что я, как бы, человек, воздушный ангел и все такое, то есть, у меня есть какие-то там вещи, которые я там делаю, там, какие-то, но не надо из меня делать, то есть, ну, это действительно не так, то есть, я точно, я точно не, как бы, не человек, который живет только этим. Андрей, а поэтому мы вас позвали в студию для того, чтобы поговорить немножко, кто сегодня, вот. Да, 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 вы сейчас будете свои вопросы задавать, я с удовольствием буду отвечать. То есть, потом я, значит, открываю Яндекс фотографии свои, на Яндексе, посмотрите, ни одной фотографии Андрея Губина нормально не осталось, кто-то их специально разместил, как бы, фотографии, где Андрей Губин все стоит с убогим лицом, замотанный там шарфом, вот, с какой-то вечеринки там, на какой-то вечеринке, ну, меня приглашали просто Юлию Беретто, там, певица. Что такое? Да, нет, ну, как бы, вы, если вы хотите шевелить руками, там, я, то есть, пожалуйста, шевелите, но вы пытаетесь меня вывести из себя, но мне невозможно вывести из себя такими методами. Я прошел такие вещи, я видел такие вещи в своей жизни, я с лодочниками в Таиланде, блин, в джунглях гулял, елки-палки, а у них зубы все железные, непонятно было, вернешься ты на утро от них или нет. Вот, значит, ну, то есть, вот, к сожалению, Андрей, так как у нас... Да, пожалуйста, я слушаю. Да, можно, наконец, мы спросим вас, потому что... Кадрик, пожалуйста, я для этого и пришел. Вот, чтобы не было никаких домыслов, давайте расскажем... Это не домыслы, то, что я рассказывал. Нет, нет, вот, понятно, я слушаю вас. Очень много домыслов в прессе о вас, очень много каких-то информационных взрослых. Нет никаких домыслов, это фальшивая информация, это фальшивая информация, дезинформация, которая специально распространяется кем-то. И сейчас у нас есть возможность от первого лица узнать и рассказать вашим поклонникам, как сегодня живет Андрей Губин. Ужасно живет, отвратительно живет, вообще считай, что не живет, гниет заживо, гниет заживо и его все пинают ногами. Значит, рассказываю. То есть, у меня такое впечатление, что какой-то есть переводчик между мной и обществом, который все переворачивает. Я прошу, чтобы у меня было тихо в доме. Значит, мне делают громко. Рассказываю. Значит, у нас в доме шел ремонт, шел ремонт всего, капитальный ремонт дома. Значит, у всех дачи есть, а я, извиняюсь, в конце-то не работаю, мне жить-то не на что. Вот, значит, мне, то есть, деваться некуда. Шел капитальный ремонт в доме. Значит, обещали его закончить в сентябре. В итоге он продолжался в ноябре. До ноября. Значит, я приехал в сентябре еще два месяца. И в этот момент, как раз, когда я приехал, я на пятом этаже, последний этаж, в один вечер мне специально разобрали над головой крышу. То есть, у меня последний этаж, гипсокартон, там потолки. Разобрали крышу над головой. Значит, сделали дырищу. Ну, там, эти железные листы. И вовремя их не заложили. Дождь приближается. Я думаю, сейчас все зальет. И он стучал мне над головой до одиннадцати ночи. Вот. Как бы, я говорю, слушай, ну, ты хоть закончи там, ну, как ты можешь там. Ну, ты же уже после девяти вечера стучишь мне после восьми там. То есть, закончи всю эту ерунду. Он мне говорит, если я сейчас не закончу, то, значит, дождем зальет. Видите, тучи приближаются. Ну, лето, светло там видно, облака идут. Так он должен был это все закончить. И раньше все такое. Поставили там подоконники. Специально все поставили наперекосяк. Значит, я позвонил. У нас лифт там зубами клацает. Я говорю, вы сделайте, чтобы потише все было как-то в лифте. А они мне сказали, хорошо, хорошо. Раньше хоть там какие-то резиночки были на дверях. Вот там эти двери, там, это, как бы, ну, они клацали, закрывались мягко. Вот. В итоге отодрали резинки там сейчас как бы это. Ну, жить невозможно там просто. Ну, как бы, отвратительно просто. Значит, после этого кто-то специально купил квартиры на всем этаже у нас, по всему стояку. Значит, я живу на пятом этаже, у нас ремонты на четвертом, на третьем, на втором и на первом. На одной заканчивается, начинается на другом. По всему стояку. И это длится уже два года. Хорошо, мне скажут, у многих ремонты. Я с вами согласен, в принципе. Значит, и я как бы, я не хочу, чтобы сейчас прибегала милиция, там, начинала их душить. Я не про это говорю. Я говорю про то, что у нас по всему стояку ремонты в одной квартире заканчиваются, начинаются в другой. Значит, у меня ночью живут там рабочие, не знаю, этажом ниже. Они специально роняют ночью это, ночью роняют специально всякую там, ну, на пол какие-то вещи специально. Вот в три часа ночи. И ты этого никак не докажешь. Я позвонил в юридическую фирму, говорю, ребята, ну что ты как бы уже совсем тут как бы это какая-то подлянка. А вы живете в Москве в обычном многоквартирном доме, да? Почему в обычном? В очень хорошей сталинской четырехкомнатной квартире я один живу, просто шикардос. То есть я нормально живу, у меня 120 метров квартира. Я не говорю, что я плохо живу, я достойно живу. Но с другой стороны, посмотрите, я, допустим, для того, чтобы я должен, ну, я же не могу музыку писать, то есть если все время там дрель за окном, то есть это внизу сверлит и молотками стучат. Вот мне говорят, Андрей, а почему вы песни не выпускаете? Я потом расскажу, почему я их не выпускаю. Значит, то есть они там сверлят все время, ну хорошо, я вынужден снимать жилье, да? Ну сколько для меня жилье там, я в квартире жить сейчас, к сожалению, не могу, потому что куда я только не переезжаю, там снова начинается ремонт. Я вынужден дом снимать. Ну дом там снимать, ну сколько? Ну более-менее приемлемый дом. Я не говорю, я не певица Валерия, я не могу снимать дом за 500 тысяч рублей в месяц, я там снимаю за 90. А сколько это стоит? За 90. Вот посчитайте на год, сколько это. Значит, за два года по 90, там 12 на 90, это сколько? 900 тысяч плюс 900 тысяч, ну еще там 4 месяца. Вот, ну то есть прибавьте. То есть, ну вот на 2 миллиона убытков мне нанесли вот этим. Откуда мне деньги-то брать? Хорошо, хоть меня поклонницы там подкидывают какие-то авторские, там на радио песни крутят где-то. То есть мне есть на что жевать. А вот на самом деле интересно, вы на какие деньги сегодня живете? Да, на авторские деньги. Я живу скромно, я живу достойно, живу, но скромно. Вот, то есть я езжу на метро, ну как бы я этого не стесняюсь. А вас узнают в метро? Узнают в метро. Ну, я этому не всегда рад, то есть я как бы, я не то, что я довольно много получил, ну, внимания к своей персоне, поэтому я без внимания как бы тоже могу жить. Вот есть люди, Матвиенко Игорь, он рассказывал, говорит, есть люди, которых вот узнают, они любят, чтобы их узнавали, а есть люди, которых не узнают, и как бы, ну, они им как бы спокойно. Андрей, я прошу прощения. Я говорю, я себя чувствую спокойно, и когда меня узнают, и когда не узнают, я и так, и сяк себя нормально чувствую. Но я просто, да, спрашивайте, извините, я перебил. Вы говорите, что вам помогают поклонницы, но у нас ведь такой шоу-бизнес, в нем много артистов, и мы зачастую слышим, что и артисты тоже помогают. Кто-то действительно помогает вам из коллег, из друзей по цеху? Ну, вы понимаете, я, на самом деле, у меня нет друзей с этого, ну, из нашего актерского цеха, но при этом я со всеми в нормальных отношениях. Просто так получилось, что, ну, вот есть старшие были там, ну, как эти, там, допустим, там Игорь Крутой, там Юрий Антонов, там Пугачева, ну, здесь старшие. Есть как бы поколение, тоже постарше меня, Пресняков, Агутин, вот, и есть младшее поколение, там, ну, это были там отпетые мошенники. А я как-то между, чисто вот по временному вот этому промежутку оказался, я вроде как-то между ними. То есть они вот для меня, да, Могутин и Пресняков, и Маликов, они все-таки постарше были, вот, но они и есть постарше, то есть, вот. А есть и есть кто помладше. Помладше, ну, у них как бы другие, там, чуть интересы. И потом вы не забывайте, что я все-таки мало, то есть я так раньше этого как бы недооценивал, но я и сейчас этим особо не горжусь. То есть просто все-таки я же и стихи и музыку сам пишу, допустим, ну, вот Маликов, Дима, он же только пишет мелодии, да. У нас кто стихи и музыку пишет? Только Агутин, да. Вот, и я хорошо их пишу, то есть я хуже писать не стал, я сейчас пишу гораздо лучше, чем раньше. Новые песни лучше, но мне не дают их закончить, то есть я просто не готов унижаться для того, чтобы, ну, как бы их там пробивать. Потому что, ну, как бы у меня и так другие проблемы, там, со здоровьем туда-сюда. А кто-то из молодых артистов. Я извиняюсь, я там хромой человек, там, вся Москва это знает, там. И ко мне дети подходят, подходит десятилетний ребенок, говорит, я не помню, что это, говорит, да, я говорил про это долбанное мужество. Ну, это ужасно, то есть если дети это знают, артисты, я думаю, что помогают, я думаю, что помогают, просто как-то тайно и все такое. Но я вот вам серьезно, ребята, говорю, мне ваша помощь, как бы, вы сделайте мне просто хотя бы условие, чтобы, то есть, просто, чтобы нормально существовать. Ладно, я, короче, что-то уже запутался в своих словах, но я, ребята, ну, это очень тяжело. Андрей, скажите, пожалуйста, вот была такая супер успешная звезда с большим количеством хитов, которые Андрей Губин написал сам, поклонницы, там, деньги наверняка были. А что все-таки произошло, и в какой момент это случилось, что Андрей Губин перестал быть супер популярной звездой? Что случилось? Ну, во-первых, это не в одночасье произошло, это как бы постепенно все происходило, там, тебя как бы помнят. Но, с другой стороны, я вот, например, то есть, я, например, себя чувствую, то есть, я вот был популярный, вот, я помню, Женя Белоусов, у него как-то интервью брали, и он говорит, ну, вот вы как сейчас себя чувствуете? Вот он был, говорит, я раньше был популярный, а сейчас я известный. То есть, я известный зато человек, то есть, да, там, я не настолько популярен, чтобы девочки там ночевали у моих, там, этих, ворот, ну, в принципе, ну, у дверей там, но, в принципе, меня все знают, и я, как бы, ну, недостатка внимания к себе не чувствую. А в чем причина угасания вот этой популярности? Я заболел, я болею очень сильно, я говорю, у меня зубы шатаются, у меня тут, я не знаю, что это такое, я на врачей потратил, я вам говорю, я очень сильно болею, у меня там левая рука плохо поднимается там, то есть, боли у меня очень серьезные. А это какое-то следствие вашего нахождения на сцене, то есть, это какие-то стрессы или что это? Я думаю, что это следствие стрессов, это, я думаю, следствие, я все-таки в детстве много, ну, в юноше занимался спортом, и я думаю, что это следствие каких-то там спортивных травм, которые, ну, были, и они просто накапливались. Я боли начал чувствовать, там, в 16 лет, там, в 24, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать», ну, то есть, ну, на самом деле уже было очень больно. Ну, к сожалению, с тех пор лучше не стало, то есть, я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю, но, как бы, я уже умираю спокойно, то есть, я, как бы, мне не страшно, то есть, я, я уже хочу умереть. Не, ну, подождите, подождите, секундочку, просто я говорю, что, вы знаете, ну, как бы, вот у меня было в классе там этот, ну, вот, я смотрел телевидение сейчас, вот, ну, все что-то жалуются у этих квартир, туда-сюда, не очень приятно смотреть, когда люди жалуются. Я тоже плакаться не люблю, мужчина плакаться не должен, он, как бы, должен пытаться решать проблемы, ну, every day, каждый день, то есть, на тебя вываливают. Я вот снял сейчас дом, я сейчас снял дом, значит, рассказываю, вот, то есть, снял дом, только заехал в него, значит, за две недели, только хотел появиться на телевидении, то есть, опять, значит, в соседний дом тут же, значит, приехали строители. У меня такое впечатление, что там, где я вот появляюсь, сразу же какая-то банда строителей появляется, и за мой счет, на моем горбу начинаю, значит, стройки. Вот, и они вот пилят и сверлят с утра до ночи опять. Значит, я думаю, ну, наверное, совпадение. Ну, что-то я устал от таких странных совпадений. Значит, я пошел прогуляться, значит, по всему поселку, в соседние поселки зашел. Везде тишина и покой. Нет, только около моего дома, в соседнем доме началась стройка, которой не было, значит, и в соседнем, и еще в другом соседнем доме, напротив, появился человек с тележкой, который ходит и стрижет газон. Хотя, зачем он стрижет газон, когда сейчас уже, как бы, холод и все такое, и он каждый день его стрижет. Он его на миллиметр каждый день состригает. А это где происходит ваше место обитания, вот, нас сейчас слышат? В Балашихинском округе. Вы в Балашихинском округе. Мы, значит, обратимся ко всем огородникам Балашихинского округа. Не надо, не надо, вы просто обратитесь. Я просто хотел бы обратиться. И всем, знаете, вот, то есть, как бы, всем удобно помогать на расстоянии. Вот я смотрю телепередачу, там, значит, наша любименькая, опять я люблю это слово, значит, Лена Темникова стоит, значит, это, и вот с умным видом вот себе вот здесь вот ковыряет, показывает, значит, что нужно вот делать. Значит, то есть, вот показывает, вот стоит, вот себе вот горло ковыряет. Вот, ну, знаете, Лена, вот я вот уже, как бы, несколько лет назад сказал, что это, что, как бы, это, что у американцев, вот моя ситуация называется, гвоздь глотать. Так вы помогите человеку гвоздь глотать? Нет, удобно на расстоянии вот так вот показывать, изображать из себя великих, великих понимающих, великих знающих. Значит, а человек в это время будет умирать. А какая помощь требуется Андрею Губину? Какая? Вот вы можете сейчас сказать об этом? Я хотел бы сказать, во-первых, я уже никому не верю, я уже никому не верю, значит, и уже давно, но это не моя вина, это, как бы, общество в этом виновата. Как в этом? Как, ладно, не буду про это говорить. Значит, какая помощь? Мне конкретно, ребята, мне нужен тихий просто дом, вот, я туда поставлю тренажер и буду добиваться, и буду, как бы, решать свои проблемы. Просто сделайте, чтобы в доме было тихо, и чтобы не появлялись какие-то строители, которые все время стучат мне молотками по башке. Вот, то есть, не так уж много нужно. Я даже, у меня даже есть какие-то определенные финансы, я заплачу, то есть, пожалуйста, но я просто устал. Например, я, то есть, вот я приехал, то есть, я там, а причем, это не только в нашей стране происходит. Например, я прилетаю в Америку, в Нью-Йорк, я летал, значит, ну, там, не по делам, а чисто как турист, но это не вчера было тоже. То есть, и там, вот, таможенник, значит, на этом, на таможне мне, как бы, открывают мою сумку, и тут же, ну, там, у меня пакет с обувью, он разорвал этот пакет и смотрит на мою реакцию. То есть, пытается вывести из себя то, чем, по сути, вот, вы тоже, вот, ближе, предыдущие 15 минут занимались, занимались и сейчас занимаетесь, сейчас сидите спокойно, большое вам за это спасибо. Вот, то есть, и вы, как бы, вам вот нравится, на самом деле, вот, у меня был случай в школе, значит, там был такой Степа у нас, такой рыженький. Значит, и он такой говорит мне, ну, нам было лет по 11, он такой говорит, закрой глаза, открой рот. Ну, а я человек простой, я закрыл глаза, открыл рот, а он взял ромашку и мне в рот засунул. И вот, мне кажется, что вот у этих Степанов родилось детей с тех пор, которые, вот, им нравится совать ромашку и издеваться над людьми. Вот вся Москва знает, что Андрей Губин ходит, хромает на всю, как бы, вся Москва об этом знает. И все его все равно пинают. Все вот, вот, каждый самокатчик, вот, вот я прошу, вот, кстати, я прошу вот это обращение уже к нашим, к нашим замечательным властям, значит, вот запретить этим самокатчиком электронным ездить по тротуарам. Вы представляете, что такое железка 40 килограмм несется, значит, это, несется, проносится от тебя там в 30-40 сантиметрах. То есть, это же не велосипед, которым ты педали крутишь, это электрический самокат, который с маленькими колесиками на любой там, на любой камешек он налетел, вот, потом, что мне ногу сломают еще, как бы, окончательно, и что я буду делать? Андрей, могу я вас спросить? Запретите электронные самокаты ездить им по улицам, потому что это очень опасно. И они едут, и вот я вижу, что это молодые люди, и они знают, что это я идут, все меня знают, потому что хромающих людей в Москве не так уж много, значит, такого роста, как я. И он, вот я вижу, что он специально едет на меня, он специально едет прямо на меня, вот, и потом только в самый последний момент, значит, сворачивает в сторону, отъезжает с довольным видом. Откуда столько хамства было? И я, как бы, я не понимаю, это молодежь, мне это, молодежь, отвратительно, вот, то есть я не хочу с ними жить вместе, вот, значит, то есть я, как бы, то есть я, я абсолютно, то есть я абсолютно недовольна окружающей действительностью, вытащите меня отсюда, сколько это может продолжаться? Андрей, не хочется вас перебивать, можно вопрос? Перебивайте, перебивайте, спрашивайте, можно, говорите? Да, Андрей, можем мы рассказать подробнее о вашей болезни? Насколько я понимаю, эта болезнь, она не лечится, да, это... Почему это не лечится? Она как раз лечится, и я бы ее уже давно вылечил, если бы мне не мешали. А как ты будешь ходить в спортзал, если ты возвращаешься домой, у тебя там, то есть вот у меня была квартира, у меня была квартира с евроремонтом, там, ну, хороший был дизайнерский ремонт, дорогой. Давайте не будем повторяться, можно я чуть-чуть другой вопрос задам? Хорошо, лечится, лечится, ее можно вылечить. Как в бытовом плане сказывается эта болезнь? Вы каждый день на обезболивающих, вот вы говорите, что у вас возникает раздражительность. Нет, не на обезболивающих, я терплю, я терпила. Терпите боль каждый день. А скажите, а можно так... Медикаменты, тем не менее, упражнения, процедуры медицинские. Что? Какие-то медицинские процедуры, я не знаю, электрофорезы и так далее. Я все делаю, ничего не помогаю. Ничего не помогаю. Скажите, а можно вот побольше... Театр начинается с вешалки. Побольше о сегодняшней жизни Андрея Губина. А как проходит обычный день Андрея Губина? Вот обычный... Ну, я засыпаю, у меня боли, я засыпаю обычно в 5-6 утра, потому что я не могу заснуть, мне больно. Вот, я засыпаю в 5-6 утра. Ну, соответственно, мне нужно выспаться хотя бы в 8 часов. Обычно меня будут, то есть, молотками там в 9 утра. Вот. Сегодня разбудили в 7. Вот я живу в загородном доме, кто-то забрался, по трубе постучал и убежал с участка. Ну, у меня там можно забраться. Вот. Я пытаюсь их ловить, там, ну, я же не этот, я же не Джеймс Бонд, и не милиционер, ведь дядя Степа, чтобы их ловить всех. То есть вы просыпаетесь в 12 часов? Да, то есть уже несколько, я просыпаюсь в 12 часов, ну, то есть, ну, я засыпаю в 6 утра просто, я сплю, как обычные люди, 7-8 часов. Я просыпаюсь, мне больно, я иду, принимаю душ, я иду, принимаю душ, чтобы снять какую-то боль, потому что вода на некоторое время, ну, как бы освежает. Я иду, принимаю душ, значит, потом выхожу, постараюсь поесть, аппетита нет, ем мало, то есть, ну, что, ну, потом стараюсь давать какую-то физическую нагрузку. Вот, потому что, чем больше даешь физической нагрузки, тем лучше себя чувствуешь. Я делаю какую-то физическую нагрузку, то есть, после нее я стараюсь снова поесть, потому что, если не есть, то в организме сил нет. После того, как я поем, ну, что я делать должен? Ну, я, как бы, стараюсь что-то там, как-то, каким-то образом решать свою болезнь, вот, то есть, ну, ну, то есть, вот, и так происходит каждый день, я каждый день терплю боли, это продолжается, ну, очень долго. А я знаю, что вы какое-то время в Египте жили, да? А почему там? Потому что море, я плаваю, потому что ремонты, потому что выгнали из страны, потому что некуда, 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 некуда податься. Сколько вы там жили? Я в Египте жил, ну, я наездами там жил, я жил две недели в Москве, возвращался, ну, терпел все это, вот, то есть, вот эти все стуки, муки там, вот, потом на месяц я уезжал. Ну, в Египте все то же самое. Я, когда приезжаю, допустим, последний раз, я, когда пересекал границу с Израилем, там, иногда, ну, из Египта рейсов не было, нужно было через Израиль перелетать, меня за этот, за, в аэропорту, там, четыре раза патруль остановил. Там девушки подходили, там, юноши какие-то. Я говорю, это не я террорист, говорю, это вы террористы, вы издеваетесь над человеком. Потому что всем понятно, то есть, когда я пересекаю границу, там прибегает начальник таможни, вот вы говорите, там, как популярность, не популярность, там начальница таможни, она меня уже знает, там, приезжает туда-сюда. Ну, они же видят там по документам, человек 12 раз был там, видят, что изменилось лицо там очень сильно, вот, то есть, ну, как бы, меня и там терзают, и здесь терзают. В Египте я живу там, в отшибе, в доме около помойки, там, там, самое помоечное место, ну, дом хороший, ну, как бы, тоже шумно, вот. Это у друзей или вы снимаете? Нет, я снимаю так же дом, то есть, ну, в Египте дешево жить, она, чем страна, как бы, более бедная, там, там, чем там, там, тем дешевле не жить, вот, я живу там, снимаю дом там какой-то. Андрей, вы когда-нибудь задумывались, потому что, когда людям ставят обычно такие серьезные диагнозы, ну, разные стадии, да, и отрицание, и гнев, и люди зачастую задумываются, как так получилось, вот за что, почему мне, вот, были у вас такие рассуждения? Я, кстати, не такой знаток Евангелия, но я, в принципе, это, читать-то умею, и то, и то, и то, вот, в Евангелии сказано, не каждая болезнь посылается в наказание, не каждая болезнь посылается в наказание, моя болезнь точно не в наказание. Ну, я не говорю, что я святой человек, но я неплохой человек, я хороший человек, я не то, что неплохой, я хороший человек. А для чего она, эта болезнь? У меня болячки, они накапливаются, накапливаются. Это для какого-то нового опыта? Какой тут опыт, елки-палки, без зубов. Я не люблю эту фразу. Мне не нравится не то, что у меня счастья не было, а то, что его не будет. Андрей, а у вас была звездная болезнь? Звездная болезнь, я считаю, что нет. Хотя, понимаете, просто звездная болезнь, ее часто путают чисто с утомлением артиста. Если тебе каждый день после концерта подходит 100 человек за автографами, каждый день, вот ты напиши, вот ты, допустим, дал концерт, там, концерт дал этих, ну, вот полтора часа там все-таки, ну, не так просто, вот, потому что ты же должен был перелететь, вот знаете график какой был, подъем в 6 утра, значит, вот почему, потому что в 7 нужно выехать, значит, я просто считал, можно я сейчас, я не очень быстро, вот, да, в 6 утра подъем, значит, в 7 выезд, до аэропорта, значит, час, это 8, вот, а иногда полтора часа, ну, если Домодедово, но все равно, допустим, в 8, потому что вылет, ты должен быть за час, вылет в 9, в 9 вылет, значит, в 11 ты в Екатеринбурге или где-то там, да, значит, ты в 11, а там еще разница во время, там же на 2 часа больше, вот, в основном-то все, артисты же летают туда, туда, где на 2 часа больше, а в ту сторону, а страна маленькая, вот, ты прилетаешь, тебя ждут на радио, потому что ты должен сразу же засвидетельствовать, что ты прилетел в город, ты прилетаешь, едешь на радио, да, вот, ты едешь на радио, чтобы дать интервью, сказать, что ты в городе, потому что организаторам нужно продавать билеты, ты же тоже понимаешь, они должны заработать какие-то деньги, вот, ты, значит, едешь на радио, после радио тебе нужно, ты же не выспался, ты проснулся в 6 утра, тебе на концерт нужно выйти, не с таким кругами под глазами, более-менее свежим быть, понятно, ты там какой-то тональный, хоть ты мужчина, но тональный крем-то какой-то наносит, чтобы выглядеть нормально, ну, не то, что ты там прямо, как Сережа Пенкин молюешься, это другие вещи, но Джонни Депп, когда снимается в кино, он же тоже за гримированным снимается, это же нужно понимать, вот, то есть, ну, как бы, вот, ты потом после радио ты должен, ну, ты немножко кушаешь, потому что покушать тоже надо, ложишься, спишь полтора часа, ты спишь полтора часа, должен приехать на репетицию, там, за полтора часа до концерта, потому что зрители заходят за полчаса, вот, у тебя есть там с полседьмого, с полшестого до полседьмого ты на репетиции остраиваешь микрофон, звук, значит, с семи, у тебя начинается концерт с семи до девяти, значит, с девяти ты-то раздаешь автографы обязательно, потому что люди пришли, если они что-то просят, нужно проявить к нему уважение, ну, какие-то, там, да, бывает 50 человек, бывает больше, вот, ты там раздаешь автографы, потом ты едешь на банкет к бандитам или к губернатору, потому что они проплатили концерт, они пригласили, это спонсоры, если с ними, значит, вась-вась не сделаешь, то, ну, тоже, как бы, ну, этого, ну, в следующий раз концерт будет организовать сложнее. А с кем проще, с бандитами или с губернатором потом автопатии? Нет, ну, я шучу, ну, на самом деле, там, как бы, я не то, что уж прям с бандитами, ну, как бы, это, хотя и с бандитами общался, там тоже были и наезды были, и так далее, был такой-то. А у вас все-таки приятно? Значит, я рассказываю про график, я еще не закончил, извините, что перебил, значит, вот, значит, в 9.30 ты выходишь с площадки, нужно помыться, душ заехать, примыть, в 10.15 ты, значит, уже на банкете, значит, обязательно ты должен выпить, потому что если ты не проявишь уважение, ты должен выпить. Значит, в 10.15, значит, до 12 у вас это, потом ты человек молодой, неженатый, хочется пообщаться с девчонками, и в 6 утра у тебя вылет. Вот, ты спишь 4 часа, и в 6 утра ты перелетаешь в другой город, или садишься на автобус, и вас везут там, ну, я, допустим, уже потом на машине ездил, музыканты на автобусе, вас везут в другой город, там 200-300 километров, это тоже, и все то же самое повторяю, снова радио, тра-та-та-та-та-та. И потом, допустим, если ты Иван, группа Иванушки Интернешнл, ты вернулся в Москву, и все, гуляй, Вася, тебе делать нечего, потому что за них Матвиенко пишет песню, и, значит, этот поэт пишет стихи, а я же сам должен был все писать, вот, то есть я сам все это писал в это время, о чем я говорю, значит, и я должен был вернуться в Москву и быть в интеллектуальной форме для того, чтобы писать, то есть получается, что алкоголь и все такое, ну, то есть я как бы, бухать-то мне сильно было нельзя, но я особо никогда и не бухал, и специально разместили какие-то интервью, где я пьяный там сижу, а я был после концерта, действительно, выпил я уже после концерта, потому что я был замученный просто очень сильно, и, то есть, и я выпивал, после концерта, да и я не скрываю этого, я сейчас иногда выпиваю, но, как бы, это разные вещи, то есть выпивать или бухать, например, у меня никогда не было такого, что я там три дня подряд пил, я никогда, то есть я даже думаю, откуда у людей столько здоровья, там, три дня подряд бухать, там, это же очень тяжело, вот, один вечер там выпьешь, на следующий день встаешь такой, ну, думаешь, вот, то есть, ну, я сейчас вот выпиваю иногда тоже, ну, раз в две недели, А что, пьете и сколько? Водку я пью, я вино пью, я все подряд могу. Андрей, скажите, а самые... Нет, я не пьющий человек, ну, раз в две недели, что это такое? А самые лучшие годы, вот, вашей карьеры или вашей жизни, это какие все-таки? Вот вы с ностальгией вспоминаете эту концертную деятельность? Нет, не с ностальгией вообще ни капли. Очень тяжело было, очень тяжело. А вот лучшие годы какие все-таки? Лучшие годы с 12 до 16. Почему? Ну, потому что хотя бы боли не было никаких еще. Андрей, вы сказали, что вас пугает, что счастья уже не будет, то есть вы для себя... Да, конечно, а как оно будет? У меня выпадут сейчас нижние зубы. Я прошу прощения, что перебиваю. У меня сейчас нет, а я говорю, я вам объясняю сразу. У меня сейчас выпадут нижние зубы, мне придется вставлять зубы, значит, и до конца жизни, значит, ходить со вставными зубами. Все уже. Андрей, скажите... И почему это произойдет? Я ведь мог решить эту задачу, потому что мне специально мешали уже давно. И кто это делает? И не только в стране. И там, что вы говорите? Многие люди ходят со вставными зубами. Да, спасибо за вашу доброту. Я прошу прощения. А мы, как радио Комсомольская правда, можем же обратиться к поклонницам Андрея Губина, коих миллионы в нашей стране. И ведь они могут помочь, Андрей. То есть, может быть, нужно обратиться... Найдите хотя бы мне пока тихое жилье. А то это называется, как Сергей Лавров сказал в интервью, мягко стелить, да жестко спать. Все время говорят, ой, Андрей, мы вас так любим, а потом выходишь, а для тебя и начинается одно и то же. Ну, а вы примите такую помощь, если вот радио Комсомольская правда, не знаю, объявит сбор средств на лечение Андрея Губина? Ну, сбора средств, я вам не жал на Фриске. Вот. Я, мне есть на что жить, я достойно живу. Я не богатый человек, но мне не стыдно ездить на метро, я как бы не тоси хорошо. Я, допустим, что я могу проехаться на метро, и мне никто в лицо не плюнет там. Не скажут, вот ты козлина-то, Андрей Губин. Андрей, скажите, а не возникает желание вернуться на сцену в какой-то момент? В таком состоянии абсолютно это невозможно. Но это же легкие деньги, вот принять участие в какой-то солянке, там, типа дискотеки 90-х. Мне кажется, это не легкие деньги. Мне каждый день тяжело дышать, мне дышать тяжело. Ну, а вы под фанеру будете стоять с микрофоном, под те песни, нет? Какая разница, молодой человек, вы еще, как бы, ну, это другие вещи, я умираю, а вы меня на сцену гоните, вы что, сумасшедшись? Нет, я просто спрашиваю, возникало ли желание такое вернуться на сцену? Возникало, мне кушать хотелось, конечно. У меня был момент, когда я уже задумался о том, чтобы продавать квартиру, мне не на что было жить. Но сейчас... И что спасло в тот момент? Я на телевидении стал, на телевидении платить небольшие деньги за интервью. То есть, по сравнению с теми деньгами, которые мы зарабатывали. Ну, а вы же на ток-шоу не ходите, да? Почему я ходила? Нет, я иногда хожу на ток-шоу, сегодня я должен был быть на ток-шоу, мне предлагали, ну, приличные деньги, но я... К нам вы бесплатно пришли, я отмечу. К вам пришел я бесплатно, я хотел бы смотреть, как Мсомольская правда живет. Телевидение, это сотни тысяч рублей, миллионы, какие гонорары предлагают? Сотни тысяч рублей. Сотни, ну, это большой гонорар. Андрей, я все-таки... То есть, люди там за такие деньги, ну, несколько месяцев работают. Я все-таки хочу спросить про семьи у вас. Ну, это easy money, легкие деньги, но, как бы, это получается... Ну, чуть-чуть грязные деньги, ну, для меня конкретно. То есть, я понимаю, что это... Мне придется там лицемерить, что-то изображать, там, играть, а я уже не могу больше лицемерить. Я не в таком, как бы, этом, ну, типа, возрасте или не в таком состоянии. Ну, не в том состоянии я, чтобы лицемерить. Я там... Ну, зачем? А вопрос личной жизни, он открыт для вас? Или вы его совсем закрыли? Семья, дети, любимая женщина? Вот, вот, рассказу, вы знаете, был такой фильм с Витцином. Назывался он «Неисправимый лгун». И там Витцин играет парикмахера, и, в общем, он все время там говорит, я вот с Идитой Пьехой встречался, ему никто не верит. Вот я вам, как сейчас «Неисправимый лгун». Вот, на самом деле, фильм этот про мою ситуацию очень похожий. То есть, я вам всякие небылицы рассказываю, а вы там верите, ваше дело верить, не верить. Ну, то есть, я люблю девушек по-прежнему. Я там, сколько у меня там пока, это, я еще боеспособен, я, как бы, это, к ним буду приставать. Ну, то есть, ну, как-то, кто-то еще идет мне навстречу, кто-то и не идет навстречу. Но нужно понимать, что когда человек так сильно болеет, как я, он просто не способен любить уже так сильно. Просто, ну, потому что он уже высосан изнутри, ну, как бы, вот этими всеми проблемами, и он не способен к любви. Ну, говорят, что любовь к детям может перезагрузить. Она говорит, я вижу только это, любовь спасет мир. Когда человек очень сильно болеет, ну, допустим, вот, у каждого из нас была температура 37,2, да, такая тяжелая температура. Вот у тебя 37,2, и ты такой, как бы, думаешь, ой, как тяжело, ой, как тяжело. И там, и в этот момент тебе там и еда, не еда, и телевизор, не телевизор. И как бы на кошечек, на собачек в интернете смотреть, и хихикать не хочется. Хочется выздороветь. А я тяжелее, чем 37,2, живу уже давно. Называется «злой рог гнет». То есть у меня гнет злой рог, так получилось. Ну, я борюсь с этим сколько могу, но хотя бы не мешайте, я вас прошу. Не мешайте хотя бы. Ну, можно ли выстрелить? А они все время усиливают и усиливают давление. Усиливают и усиливают давление. Хотят, как бы, чтобы человек окончательно загнулся, и потом, как бы, к нему приедут. Ну, пап, а что будет потом, я даже не знаю. А я, вот, извините меня, в Евангелии там был такой момент, там Христос говорит, ну, я не Христос, я не говорю, вот, совсем не Христос, я просто говорю о том, что... И он говорит такой, «Дела этого мира злые, я свидетельствую о них. Дела этого мира злые, я о них свидетельствую своей рожей». Вот. Каждый день, когда хожу по Москве. Скажите, а... Меня знают все, я сижу, я специально недавно... Сейчас, извините, я просто эксперимент провел. Я пошел на Тверскую, сел на Тверской, там, значит, специально на улице, там есть такой ресторанчик, ну, как бы, на Тверской, там, около Макдональдса. И сел на улице, и все шли, все шли на меня смотрели. Каждый на меня оглядывался, каждый меня знал. Ну, сейчас же Инстаграм, Телеграм, там, Губин сидит, там, на Тверской улице, посмотрите на... А у вас Инстаграм есть? Нет, у меня нет Инстаграма, но тоже по определенной причине. У меня нет Ватсапа, Инстаграма и Телеграма. То есть, я могу объяснить, потому что, значит, каждый день, каждый день мне приходило по нескольку десятков неприятных сообщений, типа, ты труп, значит, ты козел, ты там тот, ты урод, вот, и так далее. И ко мне приходили такие сообщения, и длилось это каждый день, вот. И вы скажите, так заблокируйте телефон, заблокируйте 15 телефонов каждый день, блокируйте, потратите свою жизнь на то, чтобы блокировать каждый день по 15 новых телефонов, вот. И то есть, это продолжалось. Я выходил на улицу, и у меня за спиной, значит, шли люди, которые говорили, что-то карлики здесь разгулялись, вот. Что-то мы этих горбатых тут это... То есть, это было каждый день. Вот я выхожу из подъезда, вот. Значит, я научился ходить, я купил эти беруши в уши, наушники, значит, вот. Стал ходить с наушниками по улице, вот. Ну, идут сзади, идут за спиной, как бы там шагают кто-то, вот. Ну и шагают себе, ладно, я в наушниках ничего не слышу. Я захожу в маку. То есть, постоянно, как бы, делается такое давление. Андрей, я вот... Сейчас, я договорю. Значит, после того, как это им не помогло, они переселили, начали мне долбить это за стеной. Я слушаю, что-то вы хотите сказать. Андрей, вот я вас слушаю, и возникает такой вопрос, хочется спросить. А что хорошего в жизни есть? Да, что вас радует. Вот есть что-то, что радует? На чем вы хотели бы сосредоточиться? Еда, музыка. Музыка все-таки есть в вашей жизни, да? Я пишу музыку, я написал очень много хороших песен. А кому-то вы продаете этот текст? Я их сейчас не продаю, потому что мне пока есть на что жить. И там была история просто, мне Пугачева там заказала это. Для фабрики какая-то была, фабрика звезд Пугачевская. Она мне Майка Мироненко дала, ну, значит, на это, Майка Мироненко, чтобы он... Ну, напиши для него там пару песен. Мы написали для Майка Мироненко, я сделал две песни, я принес Пугачевой. Ей очень понравилось, она сказала, что это, говорит, хит, а это шлягер. Вот, значит, мы с ними в Балчуге встречался я с ней, с этой... Там Галкин еще приходил, они там в белых одеждах все как ангелы вышли такие, и я такой в рубашечке притопал. Вот, ну, то есть я тогда первый раз так с Пугачевым... А сейчас с кем-то из этого цеха вы вообще общаетесь? Кто-то вам звонит, может быть, предлагает... Вот, все-таки, ну, кто-то что-то... А у Пугачева, кстати, очень сердобольная женщина, она помогает многим. Да, может быть, сердобольная, но как бы я пока не в курсе насчет сердобольности. Значит, я, то есть, тут мне очень, ну, что делать, ну, злой рок или что-то, в общем, посмотрим, да. И что радость доставляет? Ну, доставляет радость, я там, как бы, иногда там с девушками встречаюсь, иногда там телевизор смотрю какое-то там, что-то интересное там, что-то. Иногда в интернете какое-то там кино смотрю, ну, что сказать, книжки какие-то читаю. А из музыки вам что-то интересно? Вы что-то можете послушать? О, из музыки, кстати, интересное. Есть неплохие песни, вот Хабиб это неплохая, что-то вправо-влево, ягода-малинка попадает в топ. Медуза, Медуза хорошая была песня. Это была группа, ну, это я все время песню вспоминаю, останови, рада-да-рада, или что-то там такое. Если рада-рада, вот, типа, остановите Витя, надо выйти, или потом там, где все приседали. То есть у меня вкусы, они совпадают с определенным количеством общества. Вот ягода-малинка попадает в топ, там что-то, этот, как его, Мангерстерн, или как его, Мангерстерн, тоже очень неплохая, неплохая работа. Я хотел сделать русских клоунов, там тоже придумал какие-то номера, у меня в голове довольно много идей там разных, вот. То есть, ну, они сделали их клоунов, но это не ново, там этот, как и Эминем, там это еще делал давно все это. Скажите, а вы свои песни на радиостанциях встречаете, слышите? Иногда слышу, иногда себя вижу по телевизору. А что возникает в этот момент? Что вы чувствуете? Ну, приятно, ну, приятно, я думаю, хорошо, что крутят, хотя бы будет что-то, что кушать. Они же до сих пор актуальны, то есть они же, в принципе, до сих пор звучат. Ну, как бы сказать, ну, все равно музыка, как бы, музыка развивается, но музыка по мне, вот, кстати, вот я интересно, Вы знаете, я что хотел сказать, можно вот я скажу, вот я вот, только не подумайте, что я там что-то хочу кому-то прям, кого-то облажать там, у меня просто, я когда в Германии работал по музыке, там один продюсер, он мне говорит, я вот могу сейчас, говорит, песню записать, ну, и там девочку поставить, чтобы она бегала там, ну, типа изображала, чтобы смотреть было интересно. Я вот слушаю вот молодых певиц, да, вот как они поют. Вот вы знаете, у меня сейчас складывается такое впечатление, я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, не так, что это шутка какая-то, но все равно, то есть такое впечатление, что поет одна девушка, а вот все просто... За всех. Да, одна где-то вот девушка, вот это как будто, знаете, мегатрон, который вот все время деньги собирает, короче, где-то вот сидит на студии, одна девушка за всех поет, а разные девушки ездят, поездят и там изображают, то есть, потому что вот я лично, вот, большой разницы в голосах вообще не слышу. То есть, вот я раньше мог закрыть глаза, это Пугачева, это София Ротарова, это Эдита Станиславовна Пьехова, или, а это Людмила Зыкина, там, течет река Волга, вот, или там, посмотрите, там, Маликов, Андрей Губин, или этот, как его, ну, Пресняков, разница, разница в голосах там какая-то есть, а сейчас я разница в голосах не слышу вообще. Сейчас сплошная Ольга Бузова везде или кто? Я не знаю, там, на самом деле, Ольга Бузова, ну, вот, мне говорят, там, типа, вот, ужаснейшая Ольга Бузова, я, на самом деле, ее такой вот ужасной не считаю, то есть, ну, ну, что, симпатичная девушка, ну, более-менее, все-таки, армянский вариант, извините, Оля, вот, но все равно, как бы, ну, такая, ноги длинные, ровные, что, хотя бы, то есть, ну, зато она танцует хорошо, вот, я допустил. А вам нравятся ее песни, как поет? Некоторые, это хорошо сделанные песни, а поет обычно, так же, как другие. Вот я смотрел в Муз-ТВ хит-парад, там, первую двадцатку, русский хит-парад, а они все одинаково поют, вот, то есть, ну, как бы, у них всех одинаково голоса, и настолько одинаково, что я, ну, может быть, не у всех, вот была хорошая песня, что-то, что-то встречались бы мы с тобой на Кузнецком мосту, «Плачу», ну, а «Техно» тоже замечательная песня, то есть, я не говорю, что нет хороших песен, там, все, там, какие-то уроды бестолковые. Андрей, а если вот Ольга Бузова обратится к вам и скажет, Андрей, вот у вас там где-то под стеклом песня, можешь продать за миллион рублей песню? За миллион-то мало. В девяностых годах уже песня стоила 15 тысяч долларов. А сколько сейчас должна стоить песня? Ну, если бизнес-то развивается, все время развивается вверх, то есть, 15 тысяч долларов, сколько это в рублей? Ну, курс-то вырос. Ну, да, вырос. Значит, то есть, если бизнес развивается, а он все время развивается, то есть, ну, бизнес эстрадный, то гонорары увеличиваются. Но потом, смотря какую песню, у меня есть песни, которые бы реально не подошли. То есть, ну, я хорошо сейчас пишу, я лучше стал писать, чем раньше, намного. А вы не боитесь, что это вы пишете, а это вот все в никуда пойдет? Ну, пойдет в никуда, значит, такая судьба. Я сам в никуде нахожусь. — Скажите, пожалуйста, это интервью, скорее всего, мы, ну, какие-то песни ваши будем ставить. Вот какие вы сами любите свои песни, какие вам приятно, чтобы звучали, вот чтобы в этом интервью они прозвучали? — Хорошо. Все песни, в которых есть находки. То есть, все песни, которые были более сложные, чем простые. — Ну, например? — Например, песня «Лиза» — это простая песня. Вот, ее бы я не хотел бы ставить. Например, песня «Птица», например, песня «Плач-любовь». То есть «Плач-любовь» — это хорошая очень песня, которая прошла незамеченно. Ну, то есть, она как бы в тот момент не была воспринята людьми, потому что, ну, общество не было к такой музыке готово. Оно хотело зима-холода. Ну, я и писал «Зима-холода». У нас же был бизнес, у меня были музыканты, которых нужно кормить, там, видеоклипы, там, снимать. Там, каждый клип, там, 35 тысяч долларов, там, эфиры стоили. На Муз-ТВ нужно было деньги заносить. По 200 долларов за раз, там, в день нужно показать. Ну, я сейчас просто вспоминаю, но не важно. Значит, это... А вы богатый человек вообще тогда были, нет? Я по песням, по песням договорю. Я просто сейчас пока по песням, а потом запросите. Да, 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 да. Спасибо. Значит, «Песня птица», «Песня плач-любовь», «Песня танцы», «Песня девушки как звезды», ну, «Песня, допустим, будь со мной». А «Милая моя»? «Милая моя» далеко. Ну, «Милая моя» далеко. Это, как бы, на мой взгляд, немного переоцененная песня, потому что, ну, как бы, «Милая моя» далеко. Я помню, мы к каким-то там сигаретным магнатом приехали, там какая-то у них на Арбате, там шикарная квартира, и такое, и там девушки сидят, их жены. Они говорят, «Милая моя» далеко, нам так нравится песня. Я говорю, я ее ради... А я такой, мне этот разговор надоели в тот момент, я говорю, я ее ради денег написал. А они такие говорят, как так, ради денег, там, это же такая песня. Я говорю, ну, вы понимаете, все равно эта песня немного такая, она стандартная. Есть же, у композиторов у них же свои разборки. Есть там, ну, такие порядок определенной гармонии, которые очень стандартные. То есть ля минор, ре минор, там, соль мажор, ну, такой, так называемый квартоквинтовый круг. Вот. Ну, и потом по тексту. «Милая моя» далеко, «Где же ты, моя Сулико?» Вот. То есть, ну, как бы, немного обычно. То есть, песня «Птица», допустим, там все-таки сложнее все. «Улетая, улетая, словно птица, в небесах ты свободно кружишься, выше солнце, там такие повороты, выше солнца и звезд, выше, ну, в общем, ну, то есть...» Вообще, вот сейчас говорили о песнях, захотелось бы, то есть, более сложно... Хотелось бы, конечно, Андрея Губина снова увидеть. Богатый ли вы человек? Богатый ли вы были человек, да? То есть, что вы могли себе позволить купить? Я никогда богатым человеком не был. Я был обеспеченным, очень обеспеченным человеком. Дело в том, что я ведь рано заболел, то есть, я рано ушел со сцены в 28 лет. Вот. Поэтому я просто, у меня период накопления, я заработал миллион долларов, то есть, там, у меня лежал в сейфе, в сейфовой ячейке миллион долларов. То есть, прямо наличка миллион долларов была? И ушел на болезнь этот миллион? Да, и я просто заболел потом, и как бы, ну, все. То есть, в 28 лет я чуть-чуть, потому что у меня еще, ну, как бы, ну, у меня мама не работала, отец не работал. Вот. Мне нужно было семью еще содержать. Вот. Ну, потом девушка была, которая все время говорила, купи мне машину, потому что там, это, Таньке Мишка машину купил. Вот. Значит, тоже ей там машину нужно было покупать. Вот. Ну, себе нужно было автомобиль до каких-то представительских выездов. Мы же так, это сейчас я могу на метро ездить, мне как бы пофигу, я уверен. А сейчас вы кого-то содержите, вот, кстати, кому-то помогаете? Да я мне, я сейчас живу вообще, то есть. Авторские гонорары, это какие суммы в месяц примерно? Ну, какие-то там приходят. Это какие-то копеечки? Ну, почему копеечки? Ну, как что-то приходит. Ну, многие жалуются. Ну, многие жалуются, многие не жалуются. Ну, может быть, артисты меня подкармят. Ну, вот сумма, 100-200 тысяч. Ну, это отдельные вещи. Это отдельные вещи, то есть, это, почему это, как бы, это, ну, такая информация финансовая. Зачем я сейчас ее буду распространять? Скажем, это достаточные суммы для того, чтобы хватало на еду. Ну, у меня нет машины, но я по этому поводу не переживаю. Ну, иногда езжу на такси, иногда на метро. Но мне нравится ездить на метро, то есть, я люблю смотреть людям в глаза. Андрей. То есть, мне нравится, я... У нас заканчивается время. Вот, что бы вы сказали людям в сентябре 2021 года? Вот, вас услышит там многомиллионная аудитория. Что бы вы хотели сказать? Не знаю, вот, о коронавирусе, о том, что происходит в мире, о себе, может быть. Вот, что бы вы сказали, что для вас ценно и важно? Да я это все уже сказал. Ну, что для вас ценно и важно сейчас? Да я все уже примерно сказал. Ну, знаете, ну, на самом деле, то есть, я все-таки, я вот, как бы, при том, что на меня оказывается вот такое очень внушительное давление очень давно, я просто, то есть, вот, ну, все равно я чувствую какую-то и поддержку, там, от определенного количества, там, людей, там, я хотел поблагодарить, вот, сказать спасибо все-таки за помощь, там, ну, потому что, там, ну, было очень тяжело, сейчас еще тяжело. Но я просто прошу прекратить это хамство по отношению ко мне каждый день. Я прошу прекратить эту игру, которая, вот это шоу, которое крутится вокруг меня. Потому что, вот я вот, вот я вот серьезно говорю, вот, вот у меня зубы выпадут, я вот деснами, вот, я деснами горло перегрызу. Вы не думайте, что я такой добрый человек. Я не добрый уже человек. Вот, как вот говорят, то есть, это, я не добрый уже становлюсь человек. И просто, ну, как бы, ну, нельзя так, ребята, нельзя столько подлости. То есть, вы знаете, извините, что я просто... Вы имеете в виду журналистов, которые... Такие журналисты! Вот это вот то, что каждый день со мной происходит. Вот, а не надо вот это прикалываться. Если бы вам бы, как бы, каждый день бы с утра до ночи стучали бы молоком, Вот, а ночью, когда вы спите, специально роняли бы на пол внизу, или в потолок бы вам стучали, вот, и вы ничего доказать не можете. Потому что вы как бы, а как вы будете, смелиться и ночевать, что ли, ловить тот момент, в который они это будут делать? Вот сегодня, например, кто-то знал, что я к вам подъеду, и специально, чтобы я к вам приехал уставший, специально в 7 утра постучали по трубе и убежали с участка. Вот. Не хочу. То есть, я, ну, все равно, как бы, какая-то есть определенная благодарность. Но я что хотел сказать? Вот, вот то, что я вот переношу, нет ничего. Нет ничего в этой жизни, нет таких женщин, нет таких денег, нет такой славы, нет ничего, что могло бы, ну, как бы, ради чего это стоило бы делать. Даже жизнь этого не стоит. Вот есть такая фраза, цель оправдывает средства. Но не сказано, какая цель и какие средства. Вот тут вот уже, как бы, цель, на мой взгляд, совершенно не оправдывает средства, потому что цель уже получается... Можно еще две минуты? Можно две минуты? Я, можно скажу еще одну минуту? Вот, ребята, извините, что ваш студию занимает. Вот просто, вот есть шахматы, да? Вот есть белые, значит, и черные. Вот есть черные, значит, ну, как ни странно, белые, это светлый, это свет, а черные, это типа тьма. Вот свет хорошо, тьма плохо. Но на самом деле белые начинают партию, и белые в этой ситуации, как ни странно, агрессор. Вот, и если вот, то есть, как ни странно, белые вроде бы они светлые, но они агрессор. Вот, и получается, что такая странная ситуация, что если мы, как бы, рассматриваем там жизнь, некоторым смыслом, как шахматы, и когда белые начинают действовать уже, те, кто за свет, черными средствами, черными средствами, то получается, уже получается, что белые становятся черными, и на этом построены вот многие вещи. Спасибо. Вот на этой философской мысли закончу. У нас в гостях был Андрей Губин. Спасибо большое, что пришли в гости.